Девушки отдыхают... Ну, это точно ради этого. Сегодня мы опять вместе и уже со вчерашнего, с позавчерашнего дня, можно сказать, мы сегодня вместе с вами встречаемся с теми нашими дорогими, уже близкими сердцевыми дни, которые приехали к нам с разных точек, ну, я бы так сказала, и планеты, потому что не только нашей страны. И вот сегодня наши дорогие представители Всемирного движения «Живая планета», с которыми онлайн мы проводим достаточно много времени, выстраиваем уже очень интересные какие-то проекты вместе. Ну вот, оффлайн теперь мы сегодня здесь. К нам приехали, да, наши друзья, которые обязательно представятся, но начнем мы нашу встречу с такого необыкновенного, очень, ну, может сказать, с окраинного звука, да, звука крустальной чаши. Да, с Аркаима. И вот Евгения, которая приехала с Урала, там тоже есть поселение. Древний город Солнце Аркаим. И Евгения сейчас как раз с помощью своих представителей «Живая планета» откроет нашу встречу, а мы прочувствуем звук чаши, как он соединяется с потоками земли и с нашими сердцами. Друзья, я очень рада нашему сегодняшнему такому теплому сердечному кругу, рада вот таким искристым глазам, которые прям открыты друг к другу с большой любовью. «Живая планета» — это международное движение, которое за мир, за объединение людей. И вот круг звука — это тоже такое действие, волшебное, сакральное действие, которое единит людей, ибо это чистота, гармония, красота, изящество, искусство. Сейчас попробуйте, внимание, все внутрь. Послушайте эту песню Земли, песню Небес. Сонастройте свое дыхание. 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 Мы все дети космоса и все дети Земли. И вот эта музыка называется «Круг звука». По всей Земле вот такие инструменты волшебные. Звучание таких чаш опивает нашу мать Землю, давая ей исцеление, нашу любовь, очищение. И объединяя нас в одну единую человеческую планетарную семью. Хор. Женечка так проникновенно настроила нас. Спасибо всем, кто замолчил, почувствовал себя. Мы здесь с целой командой на этот раз им дала ответственность только за Деревню Мира и за День Евгения, который мы проведем все вместе с вами, я надеюсь, и в Гуляевке, и на хуторе Лыжевой. Однако же у нас большая программа. Мы участвуем в ваших прекрасных комитетных действиях. И вот мы, Жанна, нас гулирует, и мы все вместе будем. Итак, что у нас за команда? Команда любви, я бы сказала. Помните, знания проявляться, языки умокнут, любовь останется. А так как путь любви – это идея у всех людей на Земле, вот мы ради этого все это вместе с вами делаем. Поэтому я хочу представить вам нашу сейчас команду, Натальдик, а потом уже и снова скажу. Значит, вот когда сказала Женечка о живой планете, живая планета, родилась, когда мы провели первую онлайн-встречу «Земля – наш общий дом», и фактически прародители, на мой взгляд, как я ощущаю, «Земля – наш общий дом», который мы 25 лет собирали по земному шару. И когда мы их собрали, объявился Владимир Кипрский и сказал, «Я хочу, и мы будем давайте вместе». Мы начали. И сейчас Владимир Кипрский передал, он подвиг жизни совершил, проявлялся, как 39 было, да, в марафоне всего участия, каждый месяц по 24, 12, 48, даже 12, 72 часа. И сейчас он это передал Оле Шабановой из Франции, которая сегодня вот так красивенько сидит здесь рядом, вот она, Оль, это узнаете ли, да? Оле Шабанова, которая приехала из Франции, прилетела сюда, и она являет великое чувство единства, она и называется у нас Ольга Объединяющая. Да. Ну, уже сразу и скажите, что они хотят. Хорошо. Друзья, всем здравствуйте. Кто меня еще не знает, кого я не знаю, и рада вас видеть всех. Я педагог, интеллект-тренер, это такая новая профессия, провожу тренировки онлайн. И благодаря моей профессии я познакомилась с Владимиром Кипрским, который организовал интеллектуальный клуб, проводил встречи. Мы развивались интеллектуально, духовно, и встретились с Ниной, с Талгатом Акбашевым и с еще многими людьми, которые были у нас на живой планете, среди которых и наши сегодняшние гости. Мы поставили себе цель объединить людей всех направлений духовных, всех религий, не говоря о политике и о религии, на нашем канале. И тем не менее создавая пространство, на котором мы можем слышать друг друга, понимать, творить и вместе радоваться этой жизни. Благодарю вас за внимание. Передаю слово дальше. Спасибо, Милочка. Милочка, у нас хорошая. Удивительно то, что происходило, происходит на живой планете. И самое главное, что там происходило, на москве. Когда Владимир Кипрский сказал, да, община там будет. И когда община туда стала входить, и входите больше и больше, и каждый день, и каждый месяц, и уже пару лет, наверное, да, Жанночка это все серебряно, у меня счастье, что мир узнает о вас сильно и много. И вот в прошлом году приезжала команда из Москвы, но с нами были виртуально, если вы помните, очень много людей. В прошлом году видео отправили. И в этом году тоже. Но мы это все обозначим, кто с нами на дневнике времени. Я на них не буду задерживаться, а на тех, кто живут здесь. Сегодня вместе с нами Феодора Марианская, которая целый год, даже больше года, настраивала всех по календарю Майя в живой планете. Поэтому, Феодорушка, ну поприветствуй, что-нибудь умное скажи. Какой сегодня день? Какой сегодня день? Какой сегодня день? Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Я приехала из далекого Крыма, из города Ялты. Приехала, потому что давно чувствую зол. что есть на планете, где-то зарождается лучистое человечество. И у меня такое ощущение, что здесь, среди вас, как раз это и происходит. Я об этом догадывалась, а вот эти два дня, пока я здесь нахожусь, я убедилась воочию, что вы здесь создали, на мой взгляд, человеческий заповедник. Поэтому вас необходимо беречь, вас необходимо отберечь. А что у вас есть? Это правда. Отберечь. И потому что для вас можно больше людей. Кто вымрит? Я могу это делать, нести эту весть, наверное, как человек, как представитель науки, потому что я биолог, биохимик по специальности. Но, наверное, что меня еще объединяет с вами, вообще с большинством людей, это время. Вы знаете, мне всегда было интересно, что такое время. У меня в Симферополе есть мастопрактический центр биологической медицины. и туда приходили люди с разными заболеваниями. И в какой-то момент стало приходить их так много, и они жаловались на то, что времени не хватает. То есть вот как будто есть черная дыра, и она засасывает это время, и оно уходит куда-то. И я заметила, что у таких людей, как правило, развиваются очень сложные заболевания. Я тогда взорвалась и сказала, господи, что же это такое вообще время, в конце концов. И в ответ на мой зов, буквально через две недели, при совершенно необычных обстоятельствах, мы поговорим об этом, может быть, где-нибудь у костра, еще за чаем, но мне пришел ответ о том, что на Земле существует, произошло открытие закона времени. И носителем этого закона времени, знаний науки о времени, которые были спрятаны в древней цивилизации Мария, является Хосе Абонис и Егей, который создал талендарь нового времени. И вот что это за талендарь, наверное, тоже где-то отдельно мы вам расскажем об этом. Но это совершенно удивительное создание человеческого ума. И предполагается, что он вообще-то произошел или где-то был в древних цивилизациях спрятан. И в какой-то момент, когда в цивилизации было, видно какое-то стихийное бедствие, какие-то катаклизмы, эти знания были спрятаны. И доверили эти знания майянской цивилизации. И я не хочу, чтобы вы воспринимали как вещь чужеродная, потому что как биолог я вам скажу, что если сравнить генетический материал в древних цивилизации индейцев Центральной Америки и народностей Сибири, то оказывается, что эти капланты в них одинаковые. Это говорит о том, что, возможно, вот эти древние знания были спрятаны там, в этот древний, подальше положишь, поближе воздешь. И вот пришло время, когда они вышли на поверхность и теперь имеют возможность подарить нам это время. И 25 июля, вот на днях, мы с вами будем праздновать день, который называется Днем вне времени. Это день, когда люди открывают двери, дарят друг другу счастье, радость, гостеприимство. И чтобы вы чуть-чуть настроились на этот карендарь, представьте себе, дарятский календарь, по которому мы живем, сегодня это просто 20 июля 2023 года. По майянскому календарю сегодня день желтой, кристаллической, звезды. Это значит, что все события, которые сегодня происходят с каждым из вас, они настроены на то, чтобы нести каждому из вас ответа вопрос. «Как мне посвятить себя всему живому?» И вы совершенно чутко получаете ответ на этот вопрос, если вы пребываете сегодня в энергиях нравственно-этического закона желтой звезды. И символами этого закона являются искусство, изящество, создание красоты. Поэтому поднимите внутри себя все это изящество, искусство, красоту. Вспомните самое лучшее, что связано с этими образами. И попробуйте пребывать в этом. Вы сегодня обязательно найдете ответ на этот вопрос. Вот в такой научный день мы с вами встретились. Спасибо. Мы очень рады, что ты от города приехали, мы просто однажды в Крыму, мы летели на Носквы, вместе с Нижимом, мы же правда не переехали в Крыму, в прошлом из года. И вот я сегодня буду периодически говорить о главу, для чего нам у вас силу сердца встречает. Если в том году мы делали программу «Сам день и времени» на Гаре, если вы помните, то в этом году «Волей судьбы» Заходи, Светочка, «Волей судьбы» мы будем проводить первую часть дня 25 июля прямо рядом вот с этим зданием на вот этой прекрасной поляне, куда мы вас всех приглашаем. Мы готовим это тщательно, долго это само действие. «День и времени» до обеда мы будем здесь, 25 июля в день и времени. А потом мы поедем на хутор «Рыжий Коль» и Танечка приехал в «Курощинка». Да, 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 приехала. Я, да. Не знаю, что... Танечка, прижинились, пожалуйста. А ведь все, Таня, она и молодец в хорошем смысле слова. Мы с ней знакомы тысячи лет назад, сейчас начали движение визуально для жизни. Когда она мне позвонила, что я хочу «Ты подарил директор дзвины» на два слоя, на гектары, на зубканики». И я вдруг почувствовала, что все время пришло. И мы переоформили эту землю на Андрея Еремина, которого вы все знаете, в чем в шамке живет. И теперь такое спокойствие, радость на душество в надежных руках мужских, причем с вашей дни свободны. Вот там мы и будем проводить вторую часть дня вне времени, уже на том месте, где мы будем инициировать рождение Деревни Мира. Если там удано Господом Богу будет быть, но вроде как все будет хорошо. Вот. Дальше я хочу вам... У нас Мариночка иди, обязательно. Я скажу сейчас. И вот у нас в Желтеньком сидит Марина. Сидит Мигидель. В том году она была впервые здесь. И именно она, сама тверд, жена, они привезли Женечку сюда для того, чтобы мы вместе почувствовали красоту этого явления. Поэтому Деревни Мишек покажет если ты хочешь полетать. Это коротко. Это самая радость. Самая радость и простота. И мне это очень нравится. И она давно уже почувствовала, что уже сильный идет луч там всякие разные курицы начинали. Вот. Поэтому прекрасное время, в котором мы живем. И я абсолютно уверена, что то, что здесь 30 лет выпестовалось, оно нерушимо. и вы самостоятельно истовались. Мы все вместе, я надеюсь. И что мир узнает о вас все больше и хотят сюда ехать, движеть, быть, творить вместе. Хорошо. Я хочу вам сказать, что в этом году есть сюрприз. В том году, если вы помните, была команда из Москвы. И там был Паша Павел Иванов. Среди молодежи. И там айтишники, как вам сказали. Так вот, он сейчас, в данный момент, скоро вот-вот подъедет. И войдет в эту дверь. И войдет в эту дверь. Что он в этом году, он сначала сказал, что не сможет приехать, там у него ребеночек рождается, пацан, как вам сказали, конечно, пацан. Но все хорошо сложилось, и он все равно улетел. И вот он вскоре в эту дверь войдет. А Паша Иванов предложил, позвонил мне, предложил свою семью, Петрусенко, Сергея, Лариса. Они хотели на Байкал, наш мак, с которого мы Зоя Байкала начинали. Мы, кстати, с Митрой, с Еленой Петровской познакомились на Зои Байкалах. Так вот, а потом я им выслала нашу информацию, и вот они уже здесь. И это такое счастье, такая мудрость. И я бы хотела о том просить, Зережу, ну, несколько слов сказать. Прошли, неизвестно. Приятно видеть вас. Я спешу кратко. Мы искателем, и в рамках этого поиска сокровенного, да, внутреннего зов, который нас вел, он водил нас по городу лесен, по странам и континентам, скорее всего, очень много. Но то, что мы искали, я просто вижу сейчас ваше мудрость. Я рассматриваюсь. А мы благодарим вас. Да, благодарю. И мы хотим вам очень сжато сказать сейчас, что предстоит, какое счастье на вот этой поляне. Мы думали, что мы будем в другом месте, на обрядовой поляне, которую Даня Куйкова нам предложила, там сказочно. Но так как Светочка Хорст делает там с турецкими ребятами кафе, мы с вами туда подошли и думали, ну что же, два дня и уходить нет. И мы сами решили залиться и найти еще место другое. И мы его нашли. Где Светочка нашу дитяка? Ага, Света, очень все прекрасно. Это мы вот здесь решили делать. Я же так рядом с этим залом. И все уже прям несливаем, как и что. И завтра будет у нас репетиция. Я приглашаю на эту репетицию условно репетиция. Мы с Женей, Феодора, Оленька, которые будут сошли с живой галерийской инозамной приступы. И сомнитель Ларисенька нас, кто будет молитву сильных правлений, Феодора и Весмола, Дима, который у вас изгуляет в кино, говорит, ты бы там уехал. Это не важно. И Лену Чурику я хочу золоту поблагодарить. Это как сокровище я нашла близкого человека. И мы с ней постоянно на связи тоже со всеми вами. И все это у нас единое целое. Срастается, срастается. Так вот я бы хотела от себя добавить про день и время, что это не просто даже календарь моя, хотя это прекрасно, это переход в новое время, в новую жизнь. А одновременно это единство, это красота и это новая культура, основанная на новом учении, новой телозрении, как вы любите, на новых человечных отношениях, как у вас тут вершится, и на новом самом жизненном устройстве и на жизни. И вот это все вместе явит вот это единство, свершение, а это свершение, вы сами знаете, что тут происходит для всей Земли, вот с тем, что мая передали людям в нужный момент, и как другие люди на Земле и движения, которые огромные процессы, я как раз об этом вам говорю, сюда только, но она вам передавала огромный привет, конечно, рада, и еще мои друзья отовсюду мне рассказали, что мы с вами, как мы хотим быть с вами, помните, в том году, на этом экране мы показывали Степан и Саус, который рассказывал о пройдении с вами, она написала просто, что я всяко любит с вами, я очень хочу, к этому мы приближаемся на нейтральной полосе в деревне мира, которое уже вырастает, в душе каши, в делах, в сознании и действиях, на улице прекрасно, тепло, мы купаемся все вместе в козыре каждое утро, и мы просим погоду, как просим, обращаемся к хозяевам хранителей этой земли, чтобы была хорошая погода, чтобы дорога высохла, и мы попали туда нахватать, и, кстати, вот про дорогу Танечка к нам обратилась с просьбой, что там нужно два больших камаза засыпать если то огромную яму, в которой мы с Семеном сначала проводились, потом на машине нагромно, 22 человек, а в том году мы проехали, просто протанцевали образ, и протанцевали хоровод. Паша, который, я надеюсь, вот он зайдет, говорит «Хоровод! Хоровод!» И вот хоровод в этой великой силы оказывается, когда люди вместе, где нет в нам, где все в круге. И поэтому мы вас кидали, естественно, кто почувствует, приглашает. Более того, сейчас я сам расскажу интересную. Не то, что сам, но очень важно. Я хочу сделать подарок вам всем, провести после дня в дне времени, 26 и 27, на территории Ирины Грачевой и в отдельно взятом двухэтажном доме, только для команды, кто чувствует себя, что он хочет, может и будет это делать в этой деревне мира, как камертон. Вот сегодня звучало, Женечка, чтобы вот то созидательное, что есть на земле, оно сюда приехало, и не надо рассказывать о мечтах, как хотелось бы жить. Они могут быть, какая-то жизнь, но там вообще говорить. Поэтому вот такой каждый год и Паша идет. Да, так еще у нас все хорошо, все совершается. Привет! Ой, Инна! Инна, привет! Привет! Анатолия, наша команда, Анатоличка, вы ее все знаете, Валентович. Объедена в том году, когда выходит маньяк, я думаю, что я не слышала. И она из Москвы тоже перешла. И она из Москвы тоже перешла. И она уже там, и я не знаю, что ждать. И она уже там. Надечка принесет 24. Я могу днем не верить. Надя принесет из Москвы, а мама уже тут через шаг. Вот такие чудеса происходят каждый день. Вот она, да, да. Идите, иди, иди. Хорошо. В общем, будем как дети. Так вот, 26 и 27 мы вам дарим проживание творцов. Вы же уже творцы. Как заканчивалась и заканчивалась каждая глава, которую учитель написал для всей земли. Будьте творцами. Чего творцами? И прежде всего отношения и атмосфера, дружеская атмосфера, что это самое главное, что это самое есть. Но этому можно бесконечно же учиться и дальше идти, какие-то шажочки делать. И тут в этой команде Восимитра здесь находится. Она проживала, это мудрадно. Она тоже мастер. Валечка прилетела. Она тут, Валечка, где-то. И по-моему, Валечку вы знаете. Она 8 лет тут уже живет. Она начинает. Она всего-то прилетела на 20 дня, приехала в столет. Валечка, влюбленная, гуляем. Валечка, влюбленная. Валечка, влюбленная. В общем, у вас все, я могу себе перечислить, у вас все, кто не знаю. Все родные очень люди со все эти годы, с 9 года. Валечка, влюбленная, и будет колокол отмечать 25-го здесь. А кто звонит тут? Колокол, кто звонит? Колик, это я. Он будет здесь? Вот мне выяснили. Может, завтра подойдет с утречка? Он вечер, он всегда здесь. Это вечер. Даже сейчас мы уже подойдем, вот черемшанку за включение вести, чтобы мы учили. И будем с ним обоговорить. Теперь, если у вас поживание, как вы видите, хорошо, если сказать о чем вы видите, что вы не хотите. Я хотел сказать, что вы, конечно, во-первых, во-первых, здравствуйте всем, кого я уже помню. Есть облицами. Во-вторых, это, конечно, удивительно, что прошел год, пролетел как вчера, а сегодня уже стошки всех новостей, все такие родные уже. Ну, вы, конечно, прикалываетесь, потому что я сюда добирался, как будто... Мы сначала летели, потом мы долго ехали, потом мы только наконец-то пришли, нам сказали, слушайте, еще теперь до круглого дома. Нет, нет, нет. Все деревни. Вот. Но я хотел сказать, вот то, что уже удалось сделать. Спасибо всей команде. Знаете, это такой, лично для меня, такой маяк. Маяк тех самых энергий, куда ты просто... Просто вот тебе сюда хочется и нужно. И вот это странно для меня было до того, как я сюда год назад приехал. А теперь даже вот уже друзья салют приехали. Причем в большинстве. Поэтому все, кто видите, год был интересным, трансформационным тяжелым. Но при этом классным, потому что невозможно двигаться дальше, не сломав вот эту внешнюю клетку, не пересторив все эти вещи, поэтому мы как фениксы возрождаемся. В майянском огне, что-то там вот... Майя уже рассказывает, что там все вот это... Завтра еще... Я им рассказываю. Да, да, завтра, завтра все еще угодно. Поэтому настраивайся. Спасибо вам за эту возможность. Спасибо вам за эту возможность. Ну да. Спасибо, что ты там ехал. Ты сделал правильный выбор. Что именно с тобой. Вот так. Выбора не было. Это был внутренний дом. Это даже отсутствие выбора. У него были варианты, у него были варианты, но он был уже таки... Я вообще никуда не собирался. В июле, но потом я понял, что вариантов нет. Спасибо. Я бы сейчас... Ну, мы все к нам приближали. Но у нас с Пашей есть поговорка, которую мы придумали. Сережа Человков всегда говорит, да будет так. А мы с Натурой говорим, и так уже есть. И мы теперь всегда прибавляем, и так уже есть. Потому что она есть здесь и теперь. Да. И вот сейчас, мы будем скоро завершать, как мы с Натурой сказала. Мама, как хорошо, люди, выходили, вы говорили, как хорошо, но мало, чем Алина Дмитрия говорит. Когда же такое число? Женечка хочет еще несколько слов сказать, а потом, если у вас будут вопросы, их можно задать, а мы завершим снова случайно вот этого чудеса. Алина Дмитрия говорит, я скажу по-сталичкам, как был Аркаим. Вот мой путь странный, меморический, странный, вроде бы, отречены их свойства, как я живу, начался с Аркаима. И когда он встретил с Хосе Аргольдсом лично, он говорил, Аркаим, я так хочу туда. А, ну, в общем, он был счастлив, что горчичное зерно получил подарок, что там хрустальное, еще чего-то. Так вот, Аркаим, это место как раз круглым, новым городом, самодостаточным, кстати, которое нашли дети в 78-м году, они взрослые дети. И вот там мы начали, вот я лично оттуда уволиваться, пошел в Аркаим. В Аркаим. И вот это чаш Аркаим, у нас, представляете, мы еще знали, Мила привезла, Митра Ладошьев, одно, которое мы будем возить в Кенгинскую долину, в Мексику в сентябре будущего года, потому что мы начинаем новый проект, буквально все проекты, как ты не можешь, но все равно звучит, но не важно. Новое дело в нашей жизни, это сокровенные экспедиции по всей планете Земля для оживления женского начала Земли, матушки нашей. Поэтому, пожалуйста, говори и потом вопросы, если будут быть. А вот дети малые будут участвовать? Как они, дети малые, в празднике будут участвовать? Обязательно, мы уже пригласили в проживание турецкая молодежь, представлена сегодня с удовольствием санатин Хасим, и дети малые будут приглашать их. Вообще, идеально, вот это вот, деревня мира, которая у нас затевает, сложно за резко, она для детей и молодежи, ну и для нас, для обезвреженных более-менее взрослых, чтобы новое поколение, вы свой подвиг, кто-то старше совершили, 30 лет жизни, чтобы с нуля в дикой тайге создать обительный свет, чтобы деревня благородилась, чтобы жизнь разводилась. А теперь уже для детей, конечно, дети, будут дети молодые, с удовольствием. И я готова была в этот раз привести номерную филиппулу, которая мастер молодежных, как соединительную молодежь, но пока еще немножко здесь, но все мы свое время. Завтра встреча с молодежью, как раз Черемшанки в молодежном центре, и с детьми черемшанскими, да, и завтра у нас большая сборка еще вечернее мероприятие, концерт, то есть это наше творчество и живой планеты. В 5 часов. Земля нашим счетом у нас в 7 часов, да. А до этого молодежные встречи. И везде будет весть о том, что будут наши мероприятия, дают вас спят, и надеюсь, все-таки и вы приведете детей, и молодежь подтянется, и у нас как-то у нас все. Друзья, я скажу несколько слов. Все слова, которые здесь прозвучали, они и к месту, и ко времени. И мы действительно больше и больше говорим об этой категории времени. Что такое время? Оно меморедно. Что такое время? Оно здесь и сейчас. И каждый буквально проживает свое время. И наука закона времени, открытая Хосе Эрголесом, Тертонным пророком, человеком удивительной, мессией, который пришел на планету Земля, принес нам сокровенные знания. Они настолько актуальны сейчас, потому что планета, ну вот, не просто рапает за мир, а планета как никогда, может быть, должна снижать этот мир. Должна, должна, как слово тоже такое вот, но оно правильно, потому что только наша осознанность, только наше взаимодействие, только наше новое единение и позволит планете Земля, живой планете, оставаться живой. И в каком удивительном моменте мы с вами находимся? У нас с вами закрывается один цикл по солнечно-лунному календарю, а мы знаем, что все космические ритмы, они синхронизированы, и время это тоже космические ритмы. И 24 июля закрывается один цикл. В майянской нотации, в нотации галактических майя, каждый год он для чего-то. Он, вот как сегодня, желтая кристаллическая звезда, предназначен для того, чтобы прожить его правильно в согласии с космическими ритмами. 25-го дня, день невремени, это праздник по всей Земле, где творческие люди, поэты, художники, писатели, дети, о которых сегодня шла речь, собираются вместе и творят волшебство. И 26 июля начинается новый цикл, новый космический цикл. В солнечно-лунном календаре он будет звучать белый обертонный волшебник-медрец. У Хосея Беллиса, вот портрет которого вы видели, был такой зов. Он говорит, каждый человек на планете живущий, он и есть волшебник Земли. И основной мантра, он говорил, это единое время, единая Земля, единое человечество. Вот благозвучность этого мантра, по-моему, в сердце каждого. Мы живем на одной планете, она нам дорога, как планета Мать. Мы живем в одном времени, здесь и сейчас. Вот она нас примагнитилась, забрала. И все мы единое человечество. Независимо от рас, от любых других составляющих, мы все единое сердце, и мы все живем душой. Живая душа творит мир и добро. И все мы с вами помним вот такой великий цикл 5125 лет. В 2012 году нам предвещали апокалипсис. Но это было неправильное, неверное толкование пророчества. И вот мы с 2013 года, вот 10 лет уже прожили совершенно в новом, в галактическом луче синхронизации. Вы выстроили свою общину. Мы притянулись к вам на ваше единение, на ваш совместное труд, совместное действие. И вот смотрите, перед тем, как я опечатаю, закрою наш круг, я призываю, потому что по рядам запустили тетрадку. Вот эти 20 печатей красивых здесь на тарелочке, на такой волшебной, это не что иное, как прототип единого человечества. Все, кто захотят оставить фамилию, имя, дату рождения, мы посчитаем и дадим вам ваше истинное космическое имя. Потому что Земля и космос – суть одно. Человек правочей, человек посредник. Но посредник особого качества. И вот это собственное качество творческого начала в вас вы можете узнать. И то, что здесь будет праздник, праздник свои действия, вот так вот на этой шикарной поляне, очень зеленой. Я сегодня увидела и удивилась. Я первый раз в гуляйке. Но мне тут все понравилось. Когда я вышла с поезда, я говорю, ну я приехала домой. Вот такое ощущение, как будто я не проделала сколько километров, как будто я не привезла вот эти чаши саркаима с той солнечной земли города Солнца, где также жили древние, пять тысяч лет этому городу, протогороду. Они очень рачительно относились к земле. Вот как бы, мне нравится, в деревне чисто, дома строятся, чувствуется вот живая жизнь такая. И вот эти древние арии, они оставили нам в наследие, протогород, где археологи, ученые всего мира открывают и открывают и открывают до сих пор вот ту сокровенную модель единства человеческой жизни и природы. Вы вписаны в природные ритмы. Вот я сегодня пришла к реке, и у меня такой восторг был. Думаю, ну, такая она быстрая, легкая, свежая, такая вот струящаяся. И все это так радует глаз. Посмотришь налево, горы, наверх солнце. Ходим по такой богатой солнечной земле. Поэтому приглашаем еще раз, вот мы все приглашаем, на наш праздник, на ваш, наш, наш совместный праздник, где будет твориться счастье, добро и света. И эти энергии, они так нужны сейчас миру, они будут подарком наших сердец. Вот я сейчас этим волшебным звуком тоже закрываю наш теплый круг, или, может быть, будут вопросы, ответы. Пока мы здесь, вы можете обратиться к нам, уточнить для вас какие-то интересные моменты. Вот я, плюс ко всему, астрологией занимаюсь. Занимаюсь этим календарем уже 23 года. Хосе Горис приезжал на Алтай, и на реке Катун, и вот она такая похожая тоже, из Мурудной реки, проходил у нас семидневный семинар. Мы столько много нового тогда узнавали. У вас сейчас такая же возможность есть. Поэтому будем друг к другу ближе, будем друг к другу более открыты, и все очень вкусно тогда случится. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok